Продолжение следует... Траектория движений этих странных объектов наглядно демонстрирует, что они имеют техногенное происхождение и кем-то управляются. Причем, судя по отсутствию реакции астронавтки, полет неопознанных летающих объектов рядом с МКС — обычное дело. Проанализировав данное видео, исследователи сделали шокирующий вывод — на орбите Земли кто-то, совершенно не имеющий отношения к землянам, чувствует себя как дома. Как рисуют нам будущее фантасты? Более развитые инопланетные цивилизации прилетают на Землю и дарят людям уникальные технологии. Конечно же, это было бы прекрасно. Но что ждет нас на самом деле? О том, что на других планетах возможна разумная жизнь в научных кругах, кажется, уже никто не спорит. Существует гипотеза, что пришельцы из космоса посещают нашу планету с незапамятных времен. И за доказательствами, как утверждают исследователи, далеко ходить не надо. Их может получить абсолютно любой человек. Достаточно лишь посмотреть на древние писания под другим углом. На основе артефактов, таких как пирамиды, шумерские таблички, а также дошедших до нашего времени древних мифов и обрядов, эксперты делают вывод. Когда-то на заре времен представители внеземной цивилизации обратили внимание на нашу планету и решили ее колонизировать. Такое предположение шокирует и кажется немыслимым. Однако в шумерских источниках есть не только описание необычных гостей с неба. Известно даже название их цивилизации – Анунаки. Причем, судя по описанию жителей Месопотамии, на Землю космические гости прибыли отнюдь не ради праздного интереса, а с вполне конкретной целью. Наш эксперт утверждает, разработка шахты карьеров велась по всей Земле полным ходом. И действительно, ученые в разных точках нашей планеты обнаружили причудливые ландшафты. Например, Гранд Каньон в США. Поразительно. Смотришь на эту местность и кажется, что здесь работал современный роторный экскаватор. Посмотрите, как он это делает. Машина выбирает породу ярусами и оставляет полукруглые выемки. Абсолютно такой же рельеф мы можем увидеть на возвышенностях в Гренландии, в Антарктиде, в Норвегии, Тибете, в Австралии, на Кольском полуострове и в Крыму. На основе этих фактов, считает наш эксперт, можно сделать вывод, что вся наша планета в древности была гигантским карьером, разрабатываемым отнюдь не землянами. В археологических раскопках можно даже обнаружить следы техники, которая явно не принадлежала древнему человеку. Спутник Квикберт, который запустили на орбиту Земли для создания точных карт, обнаружил в районе гор Ант странные точечные углубления. Они систематизированы в широкую полосу. Около 7 тысяч подобных углублений простирались вдоль Ант в районе Перу, более чем на километр. Это явно не природное образование. Их кто-то сделал намеренно. Кто сотворил эти объекты и зачем? Ведь располагаются они на высоте 6 тысяч метров. Историки выяснили, что эти углубления были сделаны еще в доколумбовую эпоху, во времена процветания цивилизации инков. Не существует разумного объяснения назначения этих объектов. В них не обнаружено следов захоронения человеческих останков. Ничто не свидетельствует о том, что это построено древним человеком. Поблизости нет даже признаков того, что рядом проживали люди. Ученых поразило, как тщательно выложены стенки углублений, как плотно подогнаны камни. Эти выемки имеют свою геометрию. Из космоса они напоминают пчелиные соты. По мнению некоторых исследователей, их строение и расположение говорит о том, что скорее всего данные соты являются своеобразными хранилищами ценных ископаемых, например, золота. И принадлежали они внеземным цивилизациям. Тогда становится понятно, почему эти странные объекты располагаются на большой высоте. Ведь из них было удобно забирать добычу летательными аппаратами, возможно, даже не приземляясь. Разработка шахт – дело утомительное. К тому же, судя по древним описаниям, пришельцам не совсем подходили атмосфера и климат нашей планеты. Исследователи древних шумерских рукописей находят описание невероятных существ и выдвигают шокирующую версию, что это – продукт инопланетных генетических лабораторий. Как можно проследить по древним артефактам, инопланетные хозяева выводили разные касты рабочих. Одни выполняли функции грузчиков, другие – водителей, третий – надсмотрщиков. Существует шокирующая гипотеза, что процесс по изыманию ценного металла из недор Земли когда-то в древности запущенный инопланетными цивилизациями, работает и по сей день. Причем цели нисколько не изменились. По мнению исследователей, в мире специально поддерживается ажиотаж к желтому металлу. Ведь по плану наших тайных инопланетных хозяев, золото должно добываться непрерывно. Постепенно золотые запасы в недрах Земли начинают истощаться. Именно с этим связаны мероприятия правительств разных стран по изъятию золота из обращения у народа. И сегодня желтый металл остается главным фетишем в мире. Никто не может объяснить, почему же мы так ценим именно золотые вещи, а не, например, железные или никелевые. Почему каждое государство старается накопить как можно больше золота? Согласно одной из конспирологических теорий, еще в 1954 году некая инопланетная цивилизация заключила договор с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром о создании тайного режима по управлению всем миром. Об этом договоре знал лишь узкий круг людей, приближенных к власти. Например, Джордж Буш, Нельсон Рокфеллер, Збигнев Бжезинский. По этому соглашению человечество получило от инопланетян уникальные технологии. А взамен члены правительства закрыли глаза на присутствие внеземной цивилизации на нашей планете. Исследователи уверены, что подобным образом пришельцы договаривались и с другими правителями на протяжении всей истории человечества. Это шокирующее предположение объясняет, почему в давние времена правители считались наместниками богов. Существует даже теория о том, что представители власти являлись носителями инопланетной крови, гибридами человека и пришельцев. Как полагают исследователи, инопланетным захватчикам всегда было важно, чтобы человек не поднялся до их уровня развития. Поэтому во все времена тормозился технический прогресс. Преследовались ученые, объявлялись ересью новые открытия. Словно развитие человечества кто-то строго контролировал. Исследователи полагают, что желание властей сотрудничать с инопланетянами продиктовано не только какими-то выгодами. Скорее всего, это было предложение, от которого невозможно отказаться. Пришельцы могли продемонстрировать возможности своей военной техники. И все поняли, сопротивление бесполезно. Согласно древним преданиям, в прошлом небо над нашей планетой бороздили сотни разнообразных летательных устройств. Наши предки наблюдали их воочию и называли колесницами богов. Исследователи считают, что жители Земли общались с небесными хозяевами. Ведь только этим можно объяснить наличие на нашей планете огромных древних рисунков, увидеть которые можно только с воздуха. В провинции Альберта в Канаде со спутника был обнаружен таинственный артефакт. Изображение головы индейца. Она располагается между холмов. Ее размеры потрясают. Ширина более 400 метров, а высота более 600. Точные пропорции, удивительная схожесть с чертами индейцев, которые проживали ранее в этой местности. Все это свидетельствует о том, что речь идет отнюдь не о природном феномене. Голову кто-то высек в холмах. Интересно, что находясь на Земле, невозможно понять очертания артефакта. Удивительное древнее творение можно увидеть только из космоса. Подобные объекты есть в разных уголках земного шара. Например, огромное изображение животных в пустыне Наска. Еще одной загадкой древности являются пирамиды. Они были найдены даже на территории Европы, например, в Боснии. А затем исследователи обнаружили нечто очень похожее на пирамиду в Антарктике. И, конечно же, всему миру давно известны пирамиды Египта, Мексики, Индонезии, Канарских островов. Все эти строения были созданы примерно в одно и то же время на разных континентах. Их одинаковые пропорции и схожие технологии строительства говорят о том, что у пирамид по всему миру был один единственный архитектор. По подсчетам ученых, всего на нашей планете более 200 древних построек пирамидальной формы. Их хорошо видно из космоса. Интересна и другая особенность пирамид. Все они одинаково ориентированы по сторонам света. Их северная сторона направлена к полярной звезде. Кто же строил эти древние здания и, главное, зачем? Некоторые пирамиды уже давно стерты с лица земли. Их руины периодически находят археологи в Египте и Индонезии. Находят и не верят своим глазам. Характер разрушения этих построек говорит о том, что они были буквально сметены с ландшафта в одночасье. Исследователи древних артефактов уверены, такие разрушения — это живое свидетельство того, что боги-пришельцы применяли оружие, которое имело невероятную разрушительную силу. У исследователей есть подозрение, что инопланетные цивилизации уже давно обосновались на нашей планете и продолжают хозяйничать здесь и в наше время. Невероятная активность НЛО по всему миру, усиливающаяся с каждым годом, наталкивает на мысль, что постоянно с другого конца галактики не налетаешься. Во время землетрясения на Фукусиме очевидцы наблюдали необычное явление. В небе летел яркий светящийся болид. Этот объект можно было бы принять за метеорит, однако он летел не вниз, а вверх. Рядом с разрушенным реактором Чернобыля тоже не раз наблюдали НЛО. Кто и с какой целью мониторит обстановку около печально известных реакторов? Эксперты уверены, представители инопланетной цивилизации обосновались под землей и под толщей воды, чтобы спрятаться подальше от людских глаз. А вот и факты. 16 марта 2017 года в Теренском море у острова Монте-Кристо экипаж рыболовного судна наблюдал невероятные явления. В полный штиль морскую гладь вдруг нарушили выбросы воды, которые явно были вызваны подземными толчками. Ученые, которым предоставили съемку данного события, предположили, что причиной мог стать подводный вулкан. Однако, прибыв на место, они не смогли обнаружить повышенного теплового излучения, которое бы однозначно выделял активизировавшийся вулкан. Происшествие так и осталось загадкой для официальной науки. Если рассмотреть географию мест, где часто наблюдают НЛО, то можно прийти к выводу, который шокирует даже бывалых исследователей. По мнению наших экспертов, вся планета буквально испещрена подземными ходами. Огромные и идеально круглые провалы грунта, уходящие далеко вглубь, можно увидеть по всему миру. В Бразилии, Китае, Гватемале, Великобритании, США. В России появление гигантских образований тоже не редкость. Несколько подобных воронок диаметром до 600 метров и глубиной до 70 метров возникли в Сибири, в частности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Откуда они взялись? Проложить многокилометровые ходы в скальных породах может даже современная земная техника. Но у инопланетян, видимо, есть способ лучше. В древних мифах разных народов есть описание, что боги пользовались оружием, исторгающим молнией, от ударов которых разверзалась земля. Изображения этого инструмента встречаются в разных концах света. В Древней Индии подобное оружие называлось ваджра, что в переводе с санскрита означает «удар молний». О том, что этот загадочный предмет отнюдь не выдумка, говорит тот факт, что ваджра везде изображалась одинаково. На древнегреческих фресках ее держал громовержец Зевс, на шумерских барельефах бог Митра. В Индии можно встретить множество изображений бога Индры, в руках которого находится данное оружие. Исследователи уверены, что и молот скандинавского Тора это тоже стилизованное изображение ваджры. Писания говорят нам, что пришельцы применяли это оружие не только во время битв, но и для того, чтобы попадать в подземелье. Люди в древности полагали, что там находится царство мертвых. Получается, что инопланетные гости проложили первые тоннели в недрах нашей планеты сотни веков назад. Для своих маневров, по мнению исследователей, пришельцы активно используют вулканы. Особенно часто внимание ученых привлекает вулкан Попа-Катипетль, расположенный в Мексике. Активность НЛО около его жерла поражает. Необычные объекты, как на оживленной воздушной трассе, то влетают, то вылетают из вулкана. Ученые фиксируют их практически каждый день. Более того, некоторые ученые считают, что Луна может быть вовсе не спутник Земли, а космический корабль инопланетной цивилизации. Все знают, какое влияние Луна оказывает на нашу планету. Лунные приливы и отливы влияют не только на движение воды в океанах и морях. В зависимости от фазы Луны изменяется рост растений, обмен веществ у животных и человека. Сегодня ученые выдвигают шокирующую гипотезу, что Луна — это техногенный объект инопланетян, напичканный сложной и непонятной для нас аппаратурой, которая пока работает на минимальной мощности. Но что будет, когда ее включат на полную? Очевидец из Лас-Вегаса испытал возможности инфракрасной камеры. То, что попало в кадр, шокировало американца. Над военной базой Нелли сновала целая эскадра НЛО. Невооруженным взглядом эти объекты были невидимы. Они явно имели какую-то защиту. Лишь инфракрасная камера смогла зафиксировать их благодаря тепловому излучению. Но что забыли пришельцы на военной базе? Исследователи собрали все доказательства воедино и сделали вывод, который шокирует любого. По их мнению, Земля всего лишь один из полигонов Вселенной для испытаний биологического, климатического и психотронного оружия инопланетных цивилизаций, а также источник ценных металлов. На многих планетах исследователи постоянно находят свидетельства того, что ранее они были обитаемы. Виртуальные археологи на снимках полученных марсоходом Кьюриосити обнаружили явно рукотворные объекты. На дне марсианского озера Гелеспи, возраст которого составляет около трех с половиной миллиардов лет, была найдена статуэтка, похожая на человеческую статую. А на поверхности другой марсианской впадины исследователи обнаружили идеально круглую сферу. На ближайшей к Солнцу карликовой планете Церерия нашли башню, высота которой может достигать трех километров. Рядом расположены несколько объектов также искусственного происхождения. Подобных доказательств того, что планеты Солнечной системы раньше были обитаемы, огромное множество. Но куда исчезли марсианская и другие цивилизации? Наши эксперты всерьез полагают, что окружающие Землю планеты Солнечной системы это отработанные миры. Они пали жертвой захватчиков из Вселенной. Но инопланетные хищники не единственная цивилизация в бесконечном космосе. Ученые не сомневаются, разумная жизнь во Вселенной существует. Есть множество обитаемых планет, просто они нас не замечают. И отправка в космос радиосигналов не поможет нам выйти на В последние сто лет человечество сделало небывалый скачок в своем развитии и сегодня вплотную подошло к тому, чтобы понять мир совсем другой, нежели мы привыкли о нем думать. Уже сейчас ученые делают открытия, которые полностью изменяют наше понимание о пространстве, времени, да и самой Вселенной. Все больше ученых сходятся во мнении, что космос это единое информационное поле. По мнению экспертов, если человечество научится пользоваться информационным полем Вселенной, то по уровню развития сравняется с инопланетными цивилизациями. Даже если не брать в расчет инопланетную угрозу, все ученые Земли сходятся во мнении, чтобы сохранить свой вид человечество должно быстро развиваться. Вначале человек освоил сушу, затем моря и океаны, через некоторое время покорил воздушное пространство. Теперь нужно сделать космос своим домом, расселиться на других планетах. Ведь отец космонавтики Циолковский говорил, что Земля лишь колыбель для человечества. Неважно, действительно ли нами тайно управляют инопланетян. Главное, мы забыли о нашей истинной цели осваивать новые пространства и мыслить как космическая цивилизация. Так может, пора что-то срочно менять? Это произошло 24 июня 1947 года в 100 милях от американского города Сиэтла в районе Каскадных гор. Пилот-любитель Канна Тарнольд кружил на небольшом самолете над урочищем Маунт-Рейнер. Он искал пропавшее накануне военно-транспортное воздушное судно. Летчик намеревался получить премию в 5000 долларов, если обнаружит обломки. Когда Арнольд пролетал над склонами самой высокой в этом районе горы, он вдруг увидел 9 дискообразных предметов, промелькнувших в небе со скоростью около 3000 километров в час. Предметы перемещались правильным строем. И, как рассказывал потом Арнольд, их движение напоминало полет тарелок, скользящих по воде. Ошеломленный летчик вернулся в аэропорт и сразу помчался в редакцию местной газеты, где уже с порога стал кричать, что он только что видел космических пришельцев. спустя сутки факт присутствия неопознанных объектов в небе над каскадными горами был подтвержден военными. А чуть позже пресса стала публиковать все новые и новые свидетельства появления летающих тарелок, что дало основание журналистам заявить, земля подверглась нападению космических пришельцев. Не так давно специалисты по изучению неопознанных летающих объектов отметили своеобразный юбилей 65 лет со дня появления в земной атмосфере первых загадочных дисков. Точка отсчета принято считать именно тот самый визуальный контакт с таинственными пришельцами американца Кеннета Арнольда в 1947 году. Однако, как заявляют исследователи, НЛО существовали намного раньше. Древние манускрипты летописи античности изобилуют упоминаниями о летающих объектах, пилотируемых сверхъестественными существами. Но самым насыщенным необыкновенными явлениями такого рода ученые считают период с 1880 года и вплоть до начала Первой мировой войны. Можно утверждать, что современная история НЛО началась именно тогда. 26 марта 1880 года Джером Кларк и Люси Сфариш из Нью-Мексико увидели в вечернем небе корабль в форме сигара. Более того, очевидцы утверждали, на загадочном объекте находились 10 странных существ, которые выкрикивали что-то на совершенно непонятном языке. В том же самом году в Персидском заливе пароход британа индийской компании Патна встретился с неопознанным объектом. Странный контакт был описан очевидцами так. Темно-спокойной ночью на обеих сторонах парохода появились огромные блестящие вертящиеся колеса, спицы которых казалось задевают судна. Очевидцы слышали всплеск, сопровождающийся свистом и фосфорицирующим светом. Это необыкновенное явление видели капитан Аверн, командир Патна и мистер Мэннен, третий офицер. С октября 1897 года американские газеты начали публиковать репортажи о неопознанном воздушном предмете в лесной глушине Браски. Местный фермер и его семья видели необычный аппарат с тремя яркими огнями, висящий в воздухе над плантацией. 17 ноября неопознанный летающий объект внезапно быстро поднялся вверх и ушел в пространство над Сакраменто. Немногим ранее информация об НЛО появилась и в нашей стране. В военное министерство Российской империи стали поступать тревожные донесения от офицеров частей, расквартированных на территории царства польского. В них говорилось, что солдаты постоянно замечают в небе сигарообразные объекты неизвестного происхождения, которые с высоты наблюдают за расположениями военных, особенно в период проведения учений. объекты ведут себя очень странно. То зависают, то начинают маневрировать и перемещаться с невообразимой скоростью и при этом резко меняют направление движения. Было совершенно очевидно, что на тот момент ни одно государство не обладало техническими возможностями создать летательный аппарат, способный перемещаться в воздухе со сверх высокими скоростями и маневрировать, пренебрегая законами гравитации. Поэтому тему совещания закрыли, а все материалы расследования были сданы в архив военного ведомства. Новая волна и на лозах лесного мир в середине 30-х годов. Тогда тысячи людей наблюдали в Северной Скандинавии большие серые аппараты, напоминавшие самолеты, но не имевшие никаких опознавательных знаков. Они стали предметом напряженных поисков и головной боли для военных властей Финляндии, Норвегии и Швеции. Эти машины значительно превосходили по размерам аэропланы того периода, а также поражали тем, что могли летать в любую погоду и в любое время суток. Шведская газета Даггинс Нейтер рассказала об одном из событий. Таинственный летательный аппарат появился со стороны Ботенсе приблизительно в 18 часов накануне Рождества, пролетел над Калексом и продолжил полет в западном направлении. Лучи света из машины как будто исследовали территорию. От военных потребовали комментариев и тогда командующий шведскими ВВС выступил с официальным заявлением. Никаких предположений о призрачном лайнере я высказать не могу, но со всей ответственностью подтверждаю, что он существует. Детали этого дела не могут быть опубликованы. После окончания Второй мировой войны свидетельства активности НЛО как-то неожиданно прекратились. Но затишье было недолгим. Начиная с 1947 года опять стали появляться очевидцы. И первым, кто буквально натолкнулся в небе на загадочные летательные аппараты, оказался тот самый пилот-любитель из Сиэтла Кеннет Арнольд. А в марте 1950 года журналисты сообщили о крушении инопланетного корабля, на борту которого находились маленькие существа гуманоидного вида, одетые в серебристые костюмы. Это произошло в штате Нью-Мексико. Военные тут же выехали на место предполагаемой аварии пришельцев. Они не обнаружили в районе никаких обломков крушения, но увидели выгоревший в виде круга участок земли, как будто там совершал посадку в некий летательный аппарат. После более тщательного обследования местности эксперты все же натолкнулись на непонятные куски неизвестного происхождения. Их погрузили в пикап, а фермера, на чьем раньше это все случилось, заточили под домашний арест на целую неделю. Прессе приказали молчать. У исследователей неопознанных летающих объектов, которые себя именуют уфологами, есть целая классификация контактов с внеземными гостями. Первый уровень это визуальные наблюдения, то есть объект в поле зрения, но он не взаимодействует с окружающей средой и с самим наблюдателем, просто перемещается в воздухе. Второй уровень контактов это когда объект каким-то образом пытается воздействовать на окружающую среду, глушит автомобильные моторы, замыкает линии электропередачи, создает помехи радиоволнам. И наконец третий уровень, который уфологи считают самым непредсказуемым по своим последствиям. Именно такой род контакта судя по материалам расследования американских спецслужб и произошел с супругами Хилл и Спортсмута. По воспоминаниям Бетти и Барни, инопланетяне, существа серой кожей и ростом не более полутора метров завели их в свою летающую тарелку. На прощание гуманоиды сообщили супругам Хилл, что их встреча повторится и избежать ее невозможно. Пришельцы всегда находят тех, кто им нужен. Интересный факт. Первые свидетельства о том, что гуманоиды проявляют недружелюбное и даже порой враждебное отношение к людям были зафиксированы в Северной Америке. Некоторые исследователи считают, что противостояние внеземного разума с нашей цивилизацией было спровоцировано летчиками противовоздушной обороны США. Это была атака на два неизвестных летающих объекта. Несмотря на то, что сам инцидент и его последствия строго засекретили, в прессу все же просочились некоторые подробности. НЛО потерпели крушение, а на месте катастрофы были найдены тела двух гуманоидов. Спецслужбы собрали все обломки летательных аппаратов и останки биологического материала и отправили на военную базу на юге штата Невада, известную под названием Зона 51. Там было сформировано специальное подразделение по исследованию НЛО, которое рассматривало проявление интереса внеземного разума к нашей планете не иначе, как агрессию. В последние десятилетия возросшая активность НЛО стала отмечаться и в нашей стране. в августе в августе 1993 года в районе Медведицкой гряды, которая расположена на северо-востоке Волгоградской области, бесследно исчез турист из Красноярского края Николай Харитомов. В январе 2004 года на том же самом месте пропал турист из Башкирии. В первом и втором случаи пропавших искали несколько групп. Очевидцы утверждали, что прибывшие на место поиска люди начинали себя очень странно вести. Находясь как бы в заторможенном состоянии, они не хотели возвращаться назад, а впоследствии не могли объяснить, с какой целью вообще оказались там. Медведицкая гряда уже много лет словет местом, которое как бы притягивает к себе неопознанные летающие аппараты. Исследователи, побывавшие здесь, утверждают, что не раз были свидетелями странных объектов сферических или треугольных форм. А местные жители уже давно привыкли к таинственным аппаратам. И появление НЛО их не удивляет. Многие видели, как инопланетные корабли совершали посадку, а некоторые из них убеждены, что встречались и с самими пришельцами. В общей сложности в районе Медведецкой гряды исследователями обнаружено 23 места посадки НЛО. На грунте четко отпечатались углубления от посадочных опор, имеющих треугольную форму, а также один восьмиугольный след. Сами объекты попадались в поле зрения ученых 15 раз. Три из них находились настолько близко, что наблюдателям удалось рассмотреть все детали пролетающих аппаратов. Более того, российские уфологи отметили один интересный факт. В местах так называемой посадки неопознанных объектов портативные дозиметры фиксируют повышение уровня радиации. И именно там чаще всего рождаются шаровые молнии, которые также являются одной из особенностей здешних мест. Но молнии ли это? Многие специалисты склонны считать, что огненные шары, постоянно курсирующие над медведицкой грядой, это разновидность аналога. Можно в это верить или не верить. Традиционных научных доказательств существования пришельцев из иных миров нет. А к каждому сомневающемуся не подведешь инопланетянина для личного знакомства. Мы подсознательно ждем пришельцев, внешне напоминающих нас. А ведь это вполне могут оказаться представители микромира. Недавно ученые обнаружили в человеческом организме так называемые нанобактерии, крошечные шарики, в которых даже не помещается ДНК. Нанобактерии удивительно живучие. Они не уничтожаются ни антибиотиками, ни патогенами, ни даже гамма-излучением. И точно такие же шарики исследователи НАСА обнаружили в осколке марсианского метеорита, упавшего в Антарктиде. Возможно, мы имеем дело с неизвестной формой жизни внеземного происхождения. Некоторые утверждают, не человек, а именно эти шарики из космоса стали господствующей формой жизни на Земле. Именно они образуют облака, выпадают вместе с дождем. Они несут болезни, в том числе рак и спид. Вызывают старение организма. Ведь известно, что бактерии обладают коллективным разумом, который регулирует их поведение. Каковы цели этих пришельцев, мы не знаем. Однако можем предположить, что они уже среди нас. Эта история началась в Сильвер-Сити, штат Нью-Мексико, 25 июня 1947 года. Местный врач-стоматолог сообщил, что наблюдал в небе странный летящий предмет в виде тарелки и размером с половину Луны. Два дня спустя в том же районе военные зафиксировали белый светящийся объект, пролетевший недалеко от ракетного полигона Уайт-Сенс. А вечером 4 июля над штатом разразилась сильнейшая гроза. Все вокруг освещалось вспышком полния, раздавались оглушительные раскаты грома. Летние грозы характерное явление техниста. Но фермеру Майку Брейзел из Розуэлла показалось, что среди раскатов грома был какой-то особенный звук, больше похожий на взрыв. На следующее утро он пошел искать овец, которые от страха перед грозой прорвали заграждение ранчо и разбежались. Но неожиданно наткнулся на дымящуюся воронку. По краям воронки были разбросаны какие-то куски непонятного материала. А на самых крупных обломках виднелись загадочные знаки, напоминающие цифры, сложенные в столбе. Спустя некоторое время находки стало известно властям. Воронка с обломками была цеплена военными, а самого фермера отвезли на базу ВВС, где заставили подписать документ, как будто он ничего не видел, ничего не знает и обязуется держать язык за зубами. Тем не менее по штату поползли слухи, что под Розуэлл произошло крушение инопланетного корабля, и на месте катастрофы, помимо останков летательного аппарата, были найдены тела пилота, странного вида человечки внеземного происхождения. Несмотря на предпринятые военными попытки засекретить факт крушения неопознанного летающего объекта, особенно бурно обсуждалась тема человечков. Некоторые утверждали, что их было трое, другие, что четверо, а есть и такие, кто озвучивает количество пять погибших. Слесарь, работавший на военной базе в Розуэлле утверждал, что видел, как санитары на носилках перенесли в госпиталь тела пришельцев. Администратор того же госпиталя рассказывала, что помогала двум врачам в палате, где исследовались три инопланетных тела. Она точно запомнила, что у пришельцев было по четыре пальца на руке. Даже губернатор Нью-Мексико отметился сообщением, что видел четырех маленьких мужчин. Один из них был жив. Чиновник утверждал, что у них были большие головы, большие глаза и маленький как щель рот. После того, как история в Розуэле стала выходить из-под контроля военных, агенты ФБР резко вмешались в репортерскую кампанию вокруг крышения инопланетного корабля и пригрозили журналистам страшными карами. Очевидцы были вызваны на допрос, где подписали признание, что отказываются от своих слов. Последний слух, который совсем недолго ходил по Розуэлу, был таков. На базу приземлился военно-транспортный самолет. На его борт, в режиме строгой секретности, погрузили ящики с обломками таинственного объекта, обнаруженного на ранчо фермера Майка Брейзела и капсулы с каким-то биологическим материалом. Капсулы были привезены из местного госпиталя. После погрузки самолет сразу взлетел и взял курс на Неваду. Так называемый Розуэльский инцидент вскоре был забыт. А через несколько лет в Неваде близ озера Громли начались секретные строительные работы на авиабазе Неллис. В концу 1951 года стройбат закончил свою работу. И на его место прибыла команда носившая кодовое название Красный свет. Команда состояла из 800 человек. Все они жили на базе. Объект был окружен тройным кольцом охраны. Небо над базой контролировалось несколькими батареями ПВО. Затем появились люди в гражданской одежде. Это были ученые имевшие допуск к работам с самой высокой степенью секретности. Некоторые из них до этого трудились над знаменитым проектом Манхэттен по созданию атомного оружия. В документах бывшая авиабаза стала именоваться Зоной 51. Сразу поползли слухи, что именно сюда были доставлены останки рухнувшего под Розуэлом инопланетного объекта. Далее стала просачиваться информация, что сотрудники базы сумели частично восстановить разбившиеся инопланетные летающие объекты и даже попытались совершать полеты на них. По другой информации корабли инопланетян были просто скопированы. Действительно, какие-то сведения просачивались с территории базы, несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению режима секретности. Особо пронырливым репортерам стало известно, что в глубоких подземных ангарах зоны 51 находятся три НЛО, два из которых были целыми, а третий разобранным. Также просочилась информация, что в таинственных лабораториях, находящихся глубоко под землей, в особых атмосферных условиях, содержались два живых гуманоида инопланетянина. Один был одет в серебристый костюм, на другом коричневый обтягивающий комбинезон. Оба существа невысокого роста, серовато-белой кружень. Один по слухам умер в 1952 году, другой прожил еще 8 лет. Специалисты авиабазы Неллис рассказывали, что на экранах радаров не раз наблюдали, как объекты, летающие с немыслимыми скоростями над зоной 51, внезапно, как по команде, останавливались и зависали в воздухе. То же самое наблюдал и оператор мощной радиолокационной станции из Лас-Вегаса. Вот типичные высказывания людей, работавших в Неваде. У нас там есть вещи, которые в буквальном смысле слова не из нашего мира. Мы работаем с такими невероятными проектами, что режиссер звездных войн Джордж Лукас позеленел бы от зависти. А бывший президент компании Lockheed Advanced Development Бен Рич, который стоял у истоков создания Зоны 51, был предельно лаконичен. НЛО существует как построенный человек, так и внеземной. Скрывать проводимые на секретной базе испытания становилось все труднее, поскольку с близ лежащих гор зоны 51 просматривалось очень даже неплохо. И тогда военные потребовали у правительства расширить территорию объекта, включив в него все окрестные возвышенности, чтобы, как было написано в заявке, предотвратить дальнейшую угрозу национальной безопасности. Конгресс внял несокрушимой логики военных и дал согласие. С 10 апреля 1995 года горы, так беспокоящие секретные службы, стали законной территорией зоны 51. По существу это стало первым официальным признанием того, что таинственная база существует. И дотошные журналисты, и фанатики, уфологи все эти годы говорили правду. У общественности затеплилась надежда, что в соответствии с законом о 25-летнем сроке секретности она более подробно узнает о загадочной базе. Но никто никому ничего открывать не собирался. Пилот-испытатель, а впоследствии проектировщик высокого уровня секретности Билл Юхаус в декабре 1995 года признался, что в течение нескольких лет участвовал в разработке тренажеров для американских летчиков, позволявших им научиться летать на захваченных НЛО. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Дарик Хеннесси в 1982 году служивший на этом объекте обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян. Стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковы, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посередине были прикрыты кольцом из алюминия. Цилиндры стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров и были заполнены раствором, в котором плавали тела. На все эти новые свидетельства американские власти отреагировали весьма оригинально. Они решили взять инициативу в свои руки и рассекретить документы ЦРУ. И что же было представлено публике? В 400-страничном докладе нет ни одного упоминания о НЛА. База, как свидетельствуют документы, использовалась исключительно для испытания секретных военных самолетов, включая первые самолеты-невидимки, неуловимые для РАДА. Их, как прокомментировали представители спецслужб, и принимали за инопланетные корабли. Доклады уфологи признали как самый настоящий отвлекающий маневр и категорическое нежелание раскрыть истинную тайну Зоны 51. И, судя по всем признакам, эта тайна еще долгое время будет считаться самой охраняемой Внеземной разум приближается к нашей планете. Об этом заявили астрофизики. Оказалось, в последнее время ученые с пугающей частотой фиксируют странные вспышки вблизи Земли. И все чаще сходятся во мнении, они – результат деятельности внеземных цивилизаций. А ведь не так давно наука утверждала, человеческая цивилизация – единственная во Вселенной. Все изменилось, когда на ближайшие к нам небесные тела Солнечной системы вступили роботы. Ученые получили сотни снимков с Марса, Луны и даже Солнца, и обнаружили на них сенсационные доказательства существования разумной жизни. Посмотрите на эти кадры, отчетливо видно, как к Солнцу приближается необычный объект, напоминающий одновременно небольшое космическое тело и инопланетный корабль. Орбитальный телескоп НАСА зафиксировал вот такие странные нити, которыми этот объект соединился с Солнцем. Исследователи предположили, это специальные топливные шланги, по которым НЛО черпает энергию с поверхности нашего светила. Сложно поверить, но это не первый случай, когда исследователи фиксируют рядом с Солнцем объекты, будто бы прилетевшие подзарядиться. Только посмотрите на это видео, собранное из снимков космического аппарата СОХА. В динамике можно видеть, как от светила к неизвестному космическому объекту тянется нить солнечной материи и будто растворяется в нем. И вот на этих кадрах другой объект, вытягивающий энергию Солнца. Снимки НАСА позволили ученым выдвинуть шокирующее предположение. Неопознанные объекты в солнечной короне – это огромные космические корабли. В пользу этой версии говорит и другой факт. Любое небесное тело или космический аппарат, сделанный руками человека, приблизившись к Солнцу, попросту сгорел бы. Но эти объекты, посмотрите, они свободно парят в солнечном веществе. А ведь температура превышает 6000 градусов. Астрофизики заключили, многие из этих объектов только внешне походят на обычные кометы. Но вращаются они не по замкнутой орбите, как это делает большинство космических тел, а движутся по собственной траектории, не подчиняясь даже силе тяготения. Невероятно, но в одной из таких комет ученые не так давно зарегистрировали радиосигнал на частоте 600 МГц. Это еще один факт в пользу искусственного происхождения этих объектов. Более того, до сих пор ученые не могут однозначно сказать, откуда Солнце черпает свою энергию. Именно поэтому появилась сенсационная гипотеза, согласно которой наше светило разогревается за счет внешних источников. Комет, которые беспрерывно его бомбардируют. Их, по мнению некоторых исследователей, в сторону нашего светила направляют инопланетные цивилизации. А с некоторых пор странные аппараты, напоминающие космические корабли, ученые фиксируют. И на Луне. Не так давно исследователи шокировали своим открытием. Они детально изучили снимки лунной поверхности, сделанные еще в 1994 году космическим зондом Клементина. И обнаружили на них невероятные следы ретуши. Причем настолько очевидны, что сомнений в том, что снимки подвергались коррекции, не оставалось. Посмотрите, вот они, удивительные черно-белые фотографии в высоком разрешении. На них, грубым образом, замазанные пятна. Но что пытались скрыть ретушеры? А не так давно исследователи раскрасили лунные снимки в земные тона. И результат шокировал. На большинстве фотографий, прошедших цветовую обработку, проступили тени, напоминающие силуэты живых существ. Но это еще не все. Посмотрите на этот видеоролик, созданный из снимков земного спутника. На нем, благодаря применению различных цветовых фильтров, становятся видны две круглые черные точки, которые пролетают на фоне Луны. Что это? НЛО? Или может быть земные спутники? Изучив это видео, специалисты заключили, эти объекты не могут быть космическими спутниками, созданными руками человека. Ведь в этом случае они не смогли бы находиться так близко друг к другу, без риска столкновения. К тому же у этих объектов нет антенн или солнечных батарей. А ведь незадолго до этого, житель южного американского городка Сан-Антонио, на инфракрасную камеру, запечатлел целую флотилию подобных объектов, которая баражировала, вблизи Луны. А значит это вовсе не случайность, и подобные НЛО регулярно посещают, земной спутник. Но что это означает? Неужели НАСА обрабатывают снимки с одной лишь целью, чтобы умышленно скрыть доказательства существования разумной жизни на Луне? И что если они находятся в контакте с этими формами жизни и попросту скрывают это? О том, что НАСА хорошо известно о присутствии внеземной жизни на Луне, говорят многочисленные фотоснимки, сделанные астронавтами миссии пилотируемых космических полетов «Аполлон». Посмотрите хотя бы на снимки «Аполлона-15». Вот здесь видны неопознанные объекты, парящие над лунными пустынями, и какие-то руины. При увеличении становится видно, странный объект на одном из снимков состоит из нескольких сфер. Скептики тут же заявили, что это вовсе не НЛО, а корабль «Ингавор», который остался на орбите и случайно попал в кадр. Но посмотрите, он выглядит совершенно иначе. А таинственное НЛО будто бы разделен на несколько сфер. Если попытаться найти этому фотоснимку разумное объяснение, то можно предположить, что объект на нем – это советская автоматическая станция «Луна-16». Присмотритесь, есть очевидные сходства. Вот только советский аппарат улетел с Луны раньше, чем туда прибыли американцы, а значит, не мог попасть в кадр. Но тогда, что это? Но и это еще не все. Посмотрите, эта фотография была сделана камерой, установленной на самом транспортном космическом корабле НАСА «Ингавор». В объектив попал не менее загадочный объект. Руины некоего здания, которые до сих пор сохраняют правильную геометрическую форму. Невероятно! Неужели на земном спутнике обитает разумная цивилизация? Посмотрите, этот таинственный объект сфотографировали американские астронавты во время экспедиции «Аполлон-8». На нем отчетливо видна фигура правильной формы. Но как это черное образование появилось на безжизненной Луне? Известно, что космический корабль на борту с астронавтами Джеймсом Ловеллом, Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом вышел на окололунную орбиту 24 декабря 1968 года в Рождественский сочельник. Люди впервые облетели Луну и увидели ее обратную сторону. Снимав с треугольником последней в серии фотографий 8-го Аполлона. Удивительно то, что на предыдущем снимке, предпоследнем, ничего подобного нет. Исследователи заключили, этот объект попал в кадр, потому что прилетел. То есть, он передвигался. Известно, что перед возвращением на Землю с экипажем Аполлона-8 неожиданно пропала связь. Хьюстон неоднократно вызывал астронавтов, но ответа не было. Пугающая тишина стояла в эфире целых 6 минут. После чего Джеймс Ловелл вышел в эфир со словами, которые дословно означали «пожалуйста, примите к сведению». Здесь Санта-Клаус. Считается, что так астронавт пошутил. Но если нет? И что если термин Санта-Клаус в действительности был кодом НАСА о присутствии на земном спутнике НЛО? Спустя много лет астронавт Джеймс Ловелл, участник миссии Аполлон-8 и Аполлон-13, в своем интервью кинокомпании Richter Studio, которая находится в Чикаго, рассказал легенду, согласно которой он упомянул Санта-Клауса. Ловелл утверждает, он просто пошутил про Санту. Но в этом сомневаются многие исследователи, изучившие запись переговоров Аполлона-8 с Землей. Более того, Тонна Хейер, сотрудница компании Philka4, подрядчика НАСА в 1970-х годах, не так давно заявила, в засекреченных документах НАСА высадка НЛО и контакт с ними проходили, как раз под кодовым названием Санта-Клаус. По ее словам, многие сотрудники НАСА, которым было известно о существовании разумной жизни на Луне, не могли придать эти сведения огласке из-за угроз. Их заставляли подписывать документы о неразглашении. Но что это означает? Получается, сотрудники НАСА отлично осведомлены о присутствии на земном спутнике признаков разумной жизни, но при этом предпочитают эту информацию скрывать. Более того, в НАСА поспешили заявить, что компания, в которой работала Донна, вела работы лишь по производству деталей и оперативной поддержке управления полетами. А значит, никто в компании якобы не имел доступа к фотоснимкам. Именно поэтому, к словам сотрудницы, не стоит относиться серьезно, разъяснили специалисты. Но ведь могла произойти утечка. И как сама Донна призналась, информацию она получила от сотрудника НАСА. О том, насколько хорошо в американском космическом агентстве умеют заметать следы, не понаслышке известно и экс-главе фотослужбы лунной лаборатории НАСА Кену Джонстону. Он не так давно заявил, американские власти 40 лет скрывали страшную правду о том, почему никто не изучал небесное тело после высадки на нем Аполлонов. Причина одна. Не хотели допустить паники. И в это легко вериться. Ведь хорошо известно, запланированную программу Аполлонов резко прервали, ссылаясь на недостаточность финансирования. При том, что по некоторым данным Аполлоны 17, 18 и 19 были проплачены наперед. Почему же программу все-таки свернули и переключили свое внимание на Марс? Ведь изначально космическая гонка крутилась исключительно вокруг Луны. Но после первой высадки о земном спутнике, как будто забыли. Официальные лица уверяют, но в уме попросту нечего больше исследовать. Однако независимые эксперты с такой точки зрения не согласны. Они убеждены, космические агентства всех стран просто опасаются, что информация об инопланетных лунных базах вызовет панику. В пользу того, что лунный спутник уже заселен, говорят многочисленные фотоснимки, на которых можно рассмотреть следы самой настоящей инженерной деятельности. Виртуальные археологи проанализировали несколько тысяч изображений лунной поверхности и выявили свыше ста структур, которые подходят на искусственные объекты. Их скопления больше всего напоминают современные проекты лунных баз. И вот посмотрите на фотографию, которую опубликовал Кен Джонстон. Модуль миссии Аполлон на фоне Луны, а в правой части снимка можно увидеть несколько странных точек. Если присмотреться, то станет ясно, это очертание некоего масштабного сооружения. Схожесть со своеобразным городом этим точкам придает и тот факт, что большая их часть расположена ровными, параллельными рядами. Все это напоминает очертание обычного земного поселения с высоты птичьего полета. Эксперты выяснили, обнаруженные точки могут быть пятьюдесятью самостоятельными зданиями, расположенными недалеко друг от друга. В том, что на Луне давно обитают разумные цивилизации, не сомневаются и некоторые российские ученые. Вот только они убеждены, источник лунной жизни следует искать внутри земного спутника. Еще и потому, что ученые фиксируют странные высокочастотные звуки, которые доносятся из лунных недр. Только послушайте. Более того, тот факт, что, как правило, астрономы наблюдают объекты возле Луны, а на самой поверхности практически никогда, говорит в пользу теории о том, что Луна полая. Как известно, на Земле большая часть гидросферы принадлежит океанам с соленой водой. На Марсе тоже найдены следы океана. Пресная вода Земли хранится в замороженном виде на полюсах. И что бы вы думали, на Марсе есть ледяные полярные шапки. На Земле есть еще 10% неучтенной воды, которая находится в озерах, реках, под поверхностью и в атмосфере. И тут Марс проигрывает. Сейчас атмосферы почти нет. Не видно ни рек, ни озер. Разве что следы пересохших водоемов. Но 2 миллиарда лет назад картина могла быть совершенно иной, заявляют ученые. Вы уже поняли, что впервые в истории официальной науки ученые практически открыто заявили, жизнь на красной планете это не шутка юмора, а суровая научная реальность. И все это благодаря H2O, таинственному веществу под названием вода. Раскаленный огненный шар с бешеной скоростью вращается вокруг своей оси. Земля только что родилась. А в это время на четвертой орбите жизнь уже бьет ключом. Крошечная планета Марс в самом расцвете сил. Ученые заявляют, в это время на нем рождается биологическая жизнь. Откуда они узнали, спросите вы. Все очень просто. В руки исследователей попал свидетель этих событий. Вот этот невзрачный двухкилограммовый камушек видел Марса питаем. Метеорит Аллен Хиллс образовался ровно 4,5 миллиона лет назад на Марсе, а затем был доставлен на южный полюс нашей планеты. Нашли его в Антарктиде в 1984 году и сразу же отправили в лабораторию. С помощью цифровых микроскопов ученые разглядели внутри метеорита марсианские бактерии. И научный мир навсегда перестал быть прежним. Шутка ли? Марс опитает. Публичное заявление об этом сенсационном открытии сделал сам президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Вдумайтесь только. Внутри марсианского метеорита целая колония бактерий и микроорганизмов. И по мнению ученых, они живые. Мы уверены, что где бы ни образовался этот метеорит, что-то в нем жило. Состав углеводородов указывает на биологическую активность. Писала газета New York Times после того, как ученые заявили, что в камне есть не только бактерии, но и следы их жизнедеятельности. Метеорит Аллен Хиллс занимает научные умы добрых 40 лет. Какие только гипотезы не рождались. Самое интересное принадлежит геобиологу Джозефу Киршвенку из Калифорнийского технологического института. После долгого исследования метеорита он пришел к выводу, что Марс является колыбелью космической жизни и нашим с вами отчим домом. Жизнь появилась не на Земле, а на Красной планете, утверждает ученый. Если Марс был материнской планетой, то Земля должна была стать той планетой, которая взрастила жизнь. Миллиарды лет назад Земля, по мнению Киршвена, была инфицирована марсианскими бактериями. Для зарождения жизни нужна вода в качестве проводника питательных веществ. Причем в жидком состоянии. В те далекие времена суши на Земле еще не было. И этот факт сыграл на руку вновь прибывшим организмам, рассказывает исследователь. Они попали в земной океан, питательную среду, наполненную углекислым газом, железом и фосфором. Все, что нужно жизни, это океан, готовый к ее прибытию, а затем бац, раскалывается прилетевший с Марса метеорит и высвобождает находящиеся у него внутри споры. Одна бактерия, способная размножиться, будет плодиться в геометрической прогрессии. Так что первый добравшийся до Земли самовоспроизводящийся организм обязательно взял бы власть в свои руки. Марс — материнская планета, которая инфицировала своих соседей спорами жизни. Возможно, эти материнские планеты обречены на смерть, а соседние планеты типа Земли усыновляют их детей. Невероятно! Всего лишь на первый взгляд. Факты говорят, что эта научная гипотеза имеет право на существование. Жизнь на Земле и на Марсе одинаковая. На Земле находят точно такие же микроорганизмы, как и на Красной планете. Например, строматолиты — окаменевшие останки древних бактерий. Этим найденным в Гренландии около 3,5 миллиардов лет. А теперь полюбуйтесь на гематит из канадской провинции Квепе. Это не камень, как вы могли подумать, а следы окаменевших бактерий. Они жили на Земле 4,5 миллиарда лет назад. А на Марсе живут до сих пор. Когда марсоход Аппортионити продвигался через марсианскую пустыню от кратера Виктории к кратеру Индевор, он встретил на пути огромное количество гематитовых шариков. Астрономы прозвали их Черникой. Сразу возникло предположение, а нет ли в них жизни. Но как проверить? Ответ на этот вопрос астробиологи получили после исследования кратера Хаусарам. Дело в том, что дно кратера буквально выстлано так же гематитом. Его рассматривали с орбиты аппарат Марс-Одиссей. Пласты гематита подозрительно напоминали гематит из Квебека. Детальный анализ, проведенный на Земле, позволил микробиологам сделать сенсационное заявление. В этом марсианском кратере действительно могут сохраниться марсианские микроорганизмы. Причем в замороженном виде. Дело в том, что кратер Хаусарам – это все, что осталось от подземного ледяного озера. Взгляните повнимательнее. Кратер окружен множеством каналов со следами водной эрозии. Не исключено, что когда-то они были полноводными реками. А форма кратера напоминает озеро. Катастрофическое наводнение, по расчетам ученых, уничтожило озеро 3,5 миллиарда лет назад. На этом снимке отмечены участки, где ученые надеются найти подземные источники воды. В замороженном виде, конечно. И если удастся добыть пробу льда и доставить лед на Землю, то, возможно, в нем будут обнаружены микробы, которым удалось выжить. Кстати, ученые из Аризонского университета заявили, что собрались оживить эти замороженные марсианские микроорганизмы. Заявление дерзкое, но не голословно. В апреле 2012 года германский аэрокосмический центр исследовал возможность выживания земных организмов в марсианских условиях. Для эксперимента из Антарктиды привезли лишайники и сине-зеленые водоросли. В специальной модельной камере ученые воспроизвели марсианскую атмосферу. Грунт, давление, температуру и солнечное излучение. И что бы вы думали? В течение 34 дней растения не только выжили, но и продолжали активно фотосинтезировать. Похоже, жизнь в марсианских условиях возможна. И это еще не все. Кандидат геолога минералогических наук Александр Калтыпин предполагает, что эволюция жизни на Марсе могла идти так же, как и на Земле. У марсианской жизни было 700 миллионов лет форы и 4 миллиарда лет на эволюцию. Ни официальные ученые, ни независимые исследователи не могут со стопроцентной вероятностью исключить того факта, что марсиане и сегодня находятся на Красной планете. Как же выглядят марсиане? В 2010 году астроном Стивен Хокинг попытался сделать модель среднестатистического марсианина. И вот что в итоге получилось. Вид, прямо скажем, непрезентабельный. Но не торопитесь клеймить позором разбушевавшуюся фантазию ученых. Открытие, сделанное в прошлом году биологами, подтвердило его гипотезу. Под землей на глубине 4 километров ученые нашли логово червя, названного имя Мефисто, то есть демон. Он перед вами. А теперь внимание. Авторы находки заявили, это странное существо имеет прямое отношение к Марсу. 20 августа 1975 года с мыса Канаверал стартанул к Марсу исследовательский аппарат НАСА «Викинг-1». Он вышел на марсианскую орбиту 19 июня 1976 года и через месяц совершил мягкую посадку в районе равнины Хриса. Вслед за ним к Марсу отправился аппарат «Викинг-2», который успешно сел на плато «Утопия» в сентябре того же года. Перед аппаратами стояли особые задачи. Впервые в истории провести три биологических эксперимента, данные которых дадут однозначный ответ на вопрос, который изрядно поднадоел всем. Есть ли жизнь на Марсе или нет? Долгое время подробности этого эксперимента не разглашались, и на то были веские причины. Но об этом позже. Итак, эксперимент был очень прост. Гипотетическим марсианам решили прижать хвост и посмотреть, будет ли реакция. Аппараты взяли пробы марсианского грунта и поместили его в водяную питательную среду, обогащенную радиоактивным углеродом. Ответ не заставил себя долго ждать. Биодетекторы регистрировали неожиданную и таинственную химическую активность марсианской почвы. Все данные говорили, в ней есть кто-то живой. Но обнародовать результаты эксперимента НАСА побоялось, объявив публично, что Марс – безжизненная планета. И точка. Однако спустя полвека Дирк Шульц Маквуч из университета штата Вашингтон и Юбхуд Купер из университета Юстуса Любега в Германии пересмотрели результаты, полученные марсианскими автоматическими зондами, и заявили, что жизнь на Марсе все-таки есть. Это простейшие микроорганизмы, которые живут в смеси воды и перекиси водорода H2O2. Перекись гигроскопична, то есть поглощает водяные пары из разреженной атмосферы Красной планеты, а при кристаллизации не разрушает живые клетки. В этом бульоне жизни, по мнению исследователей, микроскопические жители Марса обитают до сих пор. В 2018 году астрономы обнаружили у Южного полюса Красной планеты подлёдное озеро с жидкой водой. Размеры его впечатляют – почти 20 километров. И уже сегодня учёным совершенно ясно – таких водоёмов на Марсе немало. Вторым компонентом марсианской жизни назван водород. Согласно последним данным, на древнем Марсе его было более чем достаточно. Правда, с поверхности он ушёл глубоко в почву. Вместе с марсианскими обитателями. Ряд видных планетологов придерживаются гипотезы, что жизнь на Марсе существует и сегодня, только глубоко под поверхностью. Там обитают микроорганизмы, которые питаются энергией неорганических соединений. Так называемые хемолитотрофы. Эти странные существа приспосабливаются к самым необычным и экстремальным условиям. Например, в Антарктиде они научились дышать железом, а на Марсе – питаться водородом. Группа учёных под руководством Джесси Тарноса из университета Брауна использовали измерение плотности марсианской коры и рассчитали, что недра Марса словно созданы для обитания хемолитотрофных организмов. 15% красной планеты заполнены подземными пустотами с водой, причём глубина марсианских тоннелей доходит иногда до 2 километров. Перед вами подтверждение этой гипотезы. Северный склон марсианского вулкана – армия. Вы видите загадочный тёмный провал диаметром около 150 метров. И таких на Красной планете немало. Инфракрасные снимки, регистрирующие тепловое излучение, показывают, что отверстия проникают глубоко под поверхность Марса и, возможно, являются световыми люками для расположенных там пещер. Кто живёт в этом подземном тереме? Только ли крошечные микроорганизмы? Формы жизни могут быть сложными, заявляют учёные. Эти черви могут обитать как на Земле, так и на Марсе. Их обнаружили в 2008 году на Земле, в двухкилометровой золоторудной шахте Беатрикс, расположенной в 240 километрах от Юханасбурга в Южной Африке. Автор открытия – биомехамик Гаэтан Баргони, работающий в Генском университете, назвал подземного червя «Мефисто», как бы намекая на загадочное происхождение подземного жителя. Исследователь считает, что черви «Мефисто» – типичные марсиане, и живут на обеих планетах. Жизнь всегда найдёт себе дорогу. Всегда. Если НАСА или Европейское космическое агентство начнут копать на Марсе, рыть им придётся глубоко и долго. Но я думаю, у нас есть более 50% шансов на то, что мы обязательно получим первого инопланетянина. В феврале 2014 года марсоход «Кьюриосити» передал на Землю вот этот снимок. На нём можно разглядеть половину головы, высеченной из камня. Энтузиасты восстановили портрет, зеркально отразив сохранившуюся половину, и возликовали. Приятно думать, что по Марсу в далёком прошлом ходили именно такие человекообразные существа. Каждый год любители астрономии находят на Марсе всё новые и новые доказательства их былого величия. Это и марсианские города, и даже пирамиды. Эти находятся в Осидолийской равнине Марса и являются копией египетских. Но не уменьшены, а увеличены. Центральная почти в 10 раз превосходит знаменитую пирамиду Хеопса. Кстати, размеры марсианских строений позволяют исследователям предполагать, что марсиане были гигантами. И с этой гипотезой согласны биологии. Вот как они рассуждают. Рост живых существ, как известно нам из курса школьной физики, регулирует гравитация. На Марсе она значительно, на 62% ниже, чем на Земле. Значит, рост марсиан должен превышать человеческий как минимум в половину. Считаем и получаем вполне конкретную цифру. Три метра. Швейцарские палеобиологи Стефан Вайс и Конрад Вейдж, сделав эти расчеты, выдвинули сенсационное предположение. Марсиане были гигантами. И нашли факты, которые доказывали. В древности люди контактировали с гигантами, которые являлись с неба. Каково? В качестве доказательства своей теории Стефан Вайс и Конрад Вейдж опираются на модель планера, которую археологи нашли в гробнице фараона Тутанхамона. Очевидно, что это копия инопланетного космического челнока. И это не единственный научный факт. В 30-е годы прошлого века археологи находили останки великанов практически на всех континентах. В Европе, Азии, Африке. В музее Смитсоновского института, а это самое крупное в мире хранилище древних артефактов, есть огромная коллекция гигантских скелетов, найденных археологами в различные периоды 19 века на территории одного лишь американского континента. Но марсиане ли они? И был ли Марс колыбелью биологической жизни? Существует научная гипотеза, начисто опровергающая подобные утверждения. Ученые с пеной у рта доказывают, белково-нуклеиновая жизнь возможна только на Земле. И главный аргумент – суровые условия на других планетах. Так ли это на самом деле? Чтобы понять, возможно ли жизнь при космической погоде, астрономы отправили исследовательский аппарат к комете Чурюмова-Герасименко, рассчитывая, что космическая странница, пролетевшая всю Солнечную систему, знает больше, чем мы. 2 марта 2004 года с космодрома Куру во французской Гвинеи стартовала межпланетная автоматическая станция «Розетта». Она должна догнать комету Чурюмова-Герасименко, которая движется со скоростью 33 км в секунду, и запустить к ней исследовательский зонд «Филы». В течение 10 лет «Розетта» гонялась за кометой, подстраиваясь под ее сложную траекторию. 12 ноября 2014 года космический зонд «Филы» совершил первую в истории человечества посадку на комету. Семичасовое снижение, три касания с отскоками, прикометиться оказалось непросто. Участок, на который сел аппарат, оказался в тени отвесной скалы. Поэтому «Филы» проработал всего трое суток. Но и за это небольшое время он успел обнаружить в недрах кометы следы жизни. И не только леты, органические соединения. Переданные на Землю данные указывают, что на комете имеются огромные колонии живых космических микроорганизмов. Так что не исключено, что в таких же суровых условиях жизнь может существовать и на ледяном спутнике Юпитера Европе, и под ледяными шапками Марса, и даже в Антарктиде. 99% площади Антарктиды покрыто многокилометровым ледяным щитом. Температура там никогда не поднимается выше минус 40 градусов по Цельсию. А зимой опускается до минус 89 градусов. Антарктида не только самый холодный, но и самый безводный континент планеты. А сухие долины Макмердо вообще самое сухое и ветреное место Земли. Вот уже 2 миллиона лет здесь нет ни снега, ни дождя. В Антарктиде практически не выпадает осадка. По данным метеорологов, 55 миллиметров в год. Это полста франа или 10 столовых ложек воды, а точнее снега в день. Помножьте это на сверхнизкие температуры, мгновенно вымораживающие любую влагу, и вы получите условия космоса или Антарктиды. Марс и Антарктида похожи друг на друга, как братья-близнецы. Поэтому официальная наука признала сухие долины инопланетным климатическим анклавом на Земле. Исследование этой территории позволяет астробиологам многое узнать о потенциальной жизни в холодных мирах Солнечной системы. На антарктической станции МакМерда постоянно проживает около 1300 ученых. Кроме них, в сухих долинах тренируются астронавты лунной и марсианской миссией. Но если вы думаете, что антарктический марсианский анклав единственный, то сильно ошибаетесь. Посмотрите, как лихо бороздит просторы пустыни Атакама марсоход Брайджет. Здесь, в самом сердце Южной Америки, американские астронавты в свое время отрабатывали технику посадки на Луну. Климат в Атакаме тоже космический. Здесь по-марсиански сухо, а перепад температур мама не горюет. Днем до плюс 50, ночью минус 25. Как на Красной планете. Атакама – самая древняя пустыня на планете. Высохла она 20 миллионов лет назад. В два раза раньше, чем Антарктида. А последние 400 лет здесь вообще не наблюдалась осадка. Как же так, спросите вы? Ведь Атакама расположена на побережье океана. Но вся влага, которую приносит океан, поднимается ветром к вершинам гор и конденсируется там в виде тумана. А у подножия сухость такая, что пустыня практически стерильна. Как Марс. А теперь посмотрите, что произошло здесь в 2015 году. Атакама расцвела. Оказалось, что под слоем безжизненного песка пряталась жизнь. Посмотрите, как преобразился пейзаж. Ожили более 200 видов растений и тысячи колоний микроорганизмов. В состоянии анабиоза бактерии провели как минимум 400 лет. И это научный факт. Но при попадании влаги в Атакаме пошел дождь, они вновь возвратились к жизни. А теперь посмотрите на растительность безжизненной Антарктиды. Цветы, мхи, лишайники, морозостойкие бактерии, микроорганизмы спят ледяным сном. Но неизвестно, что будет, если климат изменится. И кто, ожидая потепления, скрывается под ледяным панцирем шестого континента. 5 февраля 2012 года полярники Антарктической станции «Восток» сделали крупнейшее географическое открытие 21 века. Им удалось добраться до подлёдного озера, которое находится на глубине в 4000 метров. Анализ первых проб воды показал, в озере обитают неизвестные учёным морозостойкие бактерии. Бактерии экстремофилы, которые способны выжить при сверхвысоких и низких температурах, при постоянном недостатке пищи и кислорода, официальная наука считает прообразом космических микроорганизмов. Уже десятки лет учёные находят и изучают подобных микробов, пытаясь понять, способны ли самые стойкие из них выжить на Марсе или землеподобных экзопланетах в пределах пояса жизни. Уэйн Николсон из Университета штата Флорида в городе Мэри-Тайленд, США, обнаружил несколько таких бактерий в 2011 году на полуострове Таймин. На берегах Колымы в отложениях вечной мерзлоты они пробурили четыре скважины глубиной в 40 метров. Просеяв промороженный песок, биологи обнаружили множество бактерий. Именно такие бактерии в 2005 году ученым удалось воскресить после 30 тысяч лет практически космической заморозки. А недавно российские космонавты пожаловались, что не дает им жизни космический планктон. На внешней поверхности иллюминатора Международной космической станции они обнаружили целые колонии бактерий. Пробы показали, что на обшивке МКС поселились бактерии с Мадагаскара и планктон из Баренцева моря, которым космический холод тоже не помеха. И это еще не все. Недавно в Шурфе, ведущем в подлюдное озеро Восток, были найдены настоящие животные. Смотрите сами и не говорите, что такого не может быть. Это существо, напоминающее креветку, живет в Антарктическом озере Восток на глубине 200 метров, где температура не поднимается выше минус 50 градусов по Цельсию. И это еще не все. Исследования озер Антарктиды, а их более трехсот, ведут ученые из разных стран. Микробиологи из Австралийского университета заявили, что в одном из прибрежных озер им удалось обнаружить следы ДНК, которые принадлежат неизвестному науке существу, которое прекрасно себя чувствуют при температуре минус 100 градусов. Ученые считают, что существо довольно крупное, а в его жилах течет незамерзающий антифриз, а аммиачно-углекислая смесь. Возможно, речь идет о крионах или чудовищах Горвитса. Исследователь Айзек Горвитс первым заметил полярных чудовищ около полюса холода. Но стоит ли верить рассказам Горвитса? Не галлюцинации ли это? Мы спросили биологов, и оказалось, что они дают им шанс на существование. Причем утверждают, что эти существа вполне способны жить и на других планетах Солнечной системы. И, скорее всего, они разумны. Кто же эти таинственные обитатели Антарктиды? Неужели марсианец? Этот миф был развенчан в 2016 году, когда международная команда ученых обнаружила в Антарктиде останки доисторических животных. И ученые поняли, речь идет о древних жителях нашей планеты. Мы нашли массу останков плезиозавров и мозозавров, вида морского ящера. Мы нашли множество на самом деле классных окаменелостей. Посмотрите на эти черепа. Они тоже были найдены в безжизненной Антарктиде. Об этой сенсационной находке заявил американский археолог Дамиан Уоттас. Найденные в Антарктиде черепа, как две капли воды, похожи на аборигенов ближайших континентов, Африки и Австралии. А значит, в Антарктиде жили не марсиане, а обитатели древней Земли. Так может быть, колыбелью жизни была все-таки наша планета? В 2011 году команда морских экологов под руководством Джона Копли из Саутгемптонского университета открыли еще шесть новых видов беспозвоночных, живущих в черных курильщиках в Индийском океане. Почему такой интерес к этим ядовитым геотермальным источникам? Дело в том, что за последние 20 лет появляется все больше доказательств того, что черные курильщики являются колыбелью биологической жизни на нашей планете. По крайней мере, теоретически, такие системы несут в себе все необходимое для этого. В 2016 году было опубликовано серьезное исследование, проведенное немецкими генетиками под руководством Уильяма Мартина. Ученые проанализировали больше шести миллионов генов бактерий и архей, пока не добрались до самых древних. Геном принадлежит Луке, самому общему предку всех живых существ Земли. Генетикам удалось установить черты, которыми обладал Лука, и определить место его обитания на Земле три с половиной миллиарда лет назад. И что бы вы думали? Лука жил в теплой, бескислородной и богатой минералами воде и питался водородом и углекислотой. Такие условия на Земле сегодня существуют в горячих океанических гейзерах, черных курильщиках. Так что не исключено, что биологическая жизнь зародилась все-таки у нас, на Земле, в водах Мирового океана. Но это тоже всего лишь теория. А ученые продолжают искать новые факты, надеясь понять истину.